А теперь про взрывные и прицельные приветы для оккупантов на Донецком направлении фронта, которые устраивают бойцы нашей реактивной артиллерии. Военные 59-й бригады сейчас держат один из горячих участков фронта, где враг ежесекундно пытается прорвать нашу линию обороны. О тактике российских войск и их неудачных попытках контратак расскажет и покажет корреспондент КТСН Маргарита Потапова. Спрятанная в зарослях зеленого листья реактивная система залпового огня калибром 122 мм отдыхает после ночной смены. Вместе с ней и уставший экипаж. Иногда бывает так, что штурм идет или наш или их, но мы работаем практически без пауз. 23-летний наводчик Богдан в армии почти год. За это время овладел работой в ночные смены. Когда наводится на вражеские цели в полной темноте, задача не для слабых. Мне необходимо иметь ориентир, на который я буду ориентировать буссоль. Во время ночной работы мы работаем просто с фонариками. То есть ориентируем буссоль на фонарик. Ориентируем машину на лихтарик. Не машину буссоль. Окупанты преимущественно ночью пытаются подбираться ближе к нашим позициям. Здесь, на Донецком направлении, за последние две недели с особой назойливостью, говорят бойцы. Бить врагов помогает российский ленд-лиз. Боевая машина с позывным Сепарка. Мягенькая она. Гидравлика вообще отличная. Ощущение, будто бы с Жигуля на иномарку пересел. Едешь, она мягенькая вообще. Эта машина была отжата при контрнаступлении на Херсон. Мы ее привели к уму. Она была ударена с правой стороны и легла на бок. Отремонтировали ее. Полностью обслужили. И работаем еще с Херсона на ней. Передохнуть боевому расчету удается недолго. Благодаря аэроразведке появляется новая работа. Маяк дали. Что кричат? Дали нам работу. Необходимо ехать. Полями и грунтовыми дорогами Донбасса реактивная система мчит, чтобы как можно быстрее поразить вражескую цель осколочно-фугасными снарядами. Работать точечно и за считанные минуты эти ребята, несмотря на бессонную ночь, готовы в любой момент. Аэроразведка подтверждает – вражеская цель уничтожена. На счету у этих бойцов уничтожены и вражеские склады с боеприпасами, пункты сосредоточения оккупантов и вражеская пехота. Но несмотря на достижения, экипаж реактивной артиллерии – хорошая добыча для вражеской, контрбатарейной борьбы. Во время очередного наведения по боевому расчету начинает стрелять вражеская артиллерия. Вместе с боевым расчетом от вражеского железа бежит и наша съемочная группа. На горизонте поднимаются столбы дыма, а земля вздрагивает от взрывов. Враг на донецком направлении изрядно огрызается, говорят бойцы. Чтобы бойцы 59-ки эффективно противодействовали врагу, волонтеры привезли им средства связи, приборы ночного видения и автомобиль. Труднее всего, говорят, было найти приборы для ночной работы. Эти приборы нам нашли по знакомству, привезли из-за границы, так как мы их искали месяц и не могли найти нигде. Поддержка пехоты и штурмовых групп от скорости прицельной стрельбы артиллерии 59-й бригады зависит немалый участок фронта в Донецкой области. И они это хорошо знают. Каждый день и каждую ночь они рискуют собственной жизнью и спасают жизни других бойцов. Тут прилет был, тут стояла машина. Здесь был прилет, стояла машина. Сюда переставили, вся в осколках. Двое бойцов после этой вражеской атаки получили ранения. Водителя боевой машины большой осколок чудом не задел в кабине авто. Получается, осколок зашел в заднюю часть кабины. Получается, осколок зашел в заднюю часть кабины. Я не знаю, как он ему в голову не попал, но он прошел через заднюю стенку и вышел через крышу. Что его спасло в тот момент, я даже не знаю. Ему очень повезло, действительно. Там такие огромные дыры. Несмотря на горячий фронт, атаки оккупантов и раненых собратьев, их глаза также пылают, когда приходит команда к бою. Да! Плюс! Цель дали. Это уже украинский град работает на пользу нам и смерть врагам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова